Меня зовут Гнатенко Елена. Я являюсь руководителем проектов. В Недриала было несколько крупных проектов, на которых выступала от консультантов до руководителя проекта. То есть данный продукт знаю довольно хорошо. Вообще необходимо сказать, что сейчас у нас наступает серия циклов. У нас цикл вебинаров. Сегодня первый вебинар, который относится непосредственно к общему обзору данного решения. И что входит в эту систему, для кого эта система и какие плюсы от ее внедрения в принципе могут быть. Более уже точечно это на следующих вебинарах. Вы будете уже узнавать непосредственно про каждую подсистему из тех, которые будут сегодня у нас представлены. Управление холдингом – это система класса CPM – Corporated Performance Management. Расшифровывается как управление эффективностью бизнеса. Один из управления холдингом, как и положено системе такого класса, CPM класса, автоматизирует процессы управленческого планирования, прогнозирования и бюджетирования финансовой консолидации, а также управленческого анализа, контроля и отчетности. То есть CPM – это поддержка всего цикла управления компаниями. Здесь на слайде у нас отмечено, серым закрашено то, что не входит в систему управления холдингом. Только вот стратегия руководства, то есть это различные наш борды и различные информации для руководства, и также финансовые подсистемы. Здесь хочу отметить, что вот как раз серым закрашено, что необходимо четко понимать, что CPM-системы не заменяют собой ERP-системы. ERP-системы решают задачи оперативного производственного планирования. ERP – основная задача минимизация затрат на производство продукции, ну или предоставление услуг. Аналитические возможности ERP-системы развиты именно вот в этом направлении. Анализ ключевых производственных характеристик с целью оптимизации производственного цикла. Это управление холдингом точно не может. Если у вас задача такого класса, то система, ну конкретно управление холдингом, не для вас. Сейчас появилась новая система, которая объединяет в себе и управление холдингом и ERP, но мы про нее сегодня не говорим, мы говорим про управление холдингом. Управление холдингом – это первый продукт такого класса на российском рынке, имеет цвету российского производства, конечно. И вышел он в 2014 году. С этого времени система очень сильно претерпела различные изменения. Она развивается, она очень сильно выросла по своей функциональности в сравнении от первого выпуска. И для кого изначально разрабатывался данный продукт? Изначально управление холдингом предназначено для корпоративного рынка, для автоматизации управляющих компаний, которые часто формируются в рамках холдинговых структур и осуществляют централизованное управление холдингом различного масштаба. То есть это программа для автоматизации холдингов и монокомпаний, но монокомпаний требовательных к автоматизации и управлению финансами. Если для вас эта задача очень важна, то в соответствии, конечно, программный продукт подходит и для вас. Про целевую аудиторию системы. Собственно говоря, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас нет компаний, которые были бы не автоматизированы. Но их просто нет. Даже там в маленьком ларьке, то есть какая-нибудь программулька, которая позволяет более эффективно управлять товарными потоками. Все сейчас имеют какую-то автоматизацию. Но если вы сейчас на данном вебинаре, значит компаниям явно что-то недостаточно. Они хотят получить что-то больше, что-то улучшить у себя в своей работе. И вот сейчас мы посмотрим вот как бы цели для улучшения. Если для вас эта программа, если вы хотите улучшить показатели, про какие мы сейчас проговорим. То есть это такого рода хит-парад показателей для улучшения. Итак, на пятом месте. Если вы желаете эффективнее управлять финансовыми рисками и оборотным капиталом. Это и процентные, и кредитные, и налоговые риски. Ну и собственно эффективнее управлять оборотным капиталом как таковым. Следующая позиция. Оптимально централизовать бизнес-функции. Централизация, децентрализация в последнее время, да, несколько лет проходит волнами. То в одну сторону, да, считается хорошо, то в другую. Но тем не менее. Да, вот управление холдингом – это тот программный продукт, который для людей, которые считают важным не только снизить затраты на централизацию управления того или иного блока, но и сохранить эффективность данных функций и даже повысить эту эффективность. Следующий, третий пункт – это сокращение подготовки сроков отчетности. Казалось бы, все заинтересованные в данной функции уже давно ее автоматизировали. Но, как показывает практика, примерно 90% компаний, которые готовят МСФО отчетность своими силами, заинтересованы в сокращении сроков ее подготовки при сохранении того же количества сотрудников. Следующий пункт – это увеличить точность и горизонт бюджетирования. Ну, кто-то из классиков сказал, что если у вас нет планов, значит, у вас нет будущего. Собственно говоря, данная функция очень важна. И здесь хочу отметить, что в управлении холдингом, в отличие от других программных продуктов, если для вас это важно, да, необходимо отметить, есть три бюджета, три вида бюджета. Это классический наш бюджет доходов и расходов, бюджет денежных средств. И третий бюджет выступает – это бюджет закупок. И на первом месте у нас в нашем хит-параде занимает цель получить единую версию правды и улучшить взаимодействие сотрудников в условиях большого количества IT-систем. Слоган «Единая версия правды» – это слоган, собственно говоря, компании 1С. Что здесь предполагается? Предполагается, что если у вас есть учетные системы, которые вас полностью устраивают, ну, или не полностью, но в принципе устраивают, они адаптированы, они плотно подогнаны под ваши бизнес-процессы, и самое главное – они устраивают бизнес-заказчиков. Тогда в этой ситуации для решения управления эффективностью группы компаний для вас необходимо получить эту самую единую версию правды и улучшить взаимодействие сотрудников, работающих в различных системах. То есть вы не должны тратить время на то, чтобы забрать из различных источников информацию, наложить их в Excel, как-то там гармонизировать, чтобы одна информация была в нотации другой информации. Вот это вот всегда проблема, если мы забираем информацию из разных источников. Плюс к этому, если люди работают в различных системах, то у них проблемы с взаимодействием. Они могут по телефону переписаться, по документу оборота, но это все равно разрозненная информация, которая нет полной цепочки действий. И вот как раз для этого управление холдингом, для решения этой проблемы отлично подходит. Итак, если одна из данных задач вас заинтересовала, то программный продукт предназначен для вас. Дальше перейдем к обзору. Ну, опять же говорю, верхнеуровневый, только верхнеуровневый обзор решения. На следующих вебинарах каждый из данных подсистем будет у нас рассмотрен отдельно. Так, управление холдингом – это несколько подсистем. Надо сказать, наверное, отметить, что управление холдингом выросло первоначально, да, из 1С консолидации и 1С бухгалтерия предприятия Корпп. То есть фискальный учеток на 1С управления, ой, извините, 1С бухгалтерия предприятия Корпп. Ну, здесь не побоюсь этого слова, что данный продукт является самым удачным и самым лучшим для бухгалтерского и налогового учета, какой есть, да, на российском рынке, самый удачный. И вот он входит в данную систему. Что можно с помощью управления холдингом? Централизовать создание и репликацию на предприятии холдинга нормативно-справочной информации. Это подразделения, контрагенты, договоры, статьи и так далее. То есть вот функции интеграции включают в себя в том числе и управление НСИ. Вообще, по большому счету, для управления холдингом неважно, в какой подсистеме, вот маленькие кружочки у нас происходят, где это ведется, в какой системе. Ядро системы – это как раз вот интеграция. Система может забирать информацию как из внешних источников, так и из самой себя, да, из своих регистров данных. То есть здесь вот самый главный блок – это интеграция и управление нормативно-справочной информацией. Значит, как я уже сказала, что вести бухгалтерский учет, мы можем, бухгалтерский налоговый учет, можем как в саму системе управления холдингом, так и организовать сбор данных из внешних систем. Но по большому счету, еще раз повторяюсь, да, что забрать информацию из внешних систем мы можем по любому, по любой подсистеме. При помощи управления холдингом мы можем централизовать казначейство, эффективно управлять финансовыми рисками и оборотными капиталами компании холдинга, централизовать закупки и управлять ими, интегрироваться с различными электронно-торговыми площадками, с ЕИС. При помощи управления холдингом можно централизовать и повысить точность бюджетирования и формирования отчетности по МСФО, как уже сказали, да, на предыдущем слайде, сократить сроки подготовки отчетности МСФО, управлять инвестиционными проектами, решать бизнес-задачи, бизнес-анализ, формирование сбалансированных показателей тоже возможно при помощи данного продукта. Но самое важное, важно другое, важно, что управление холдингом предназначен для работы в неоднородных ландшафтных IT-системах, поэтому обладает достаточно богатым, не могу сказать, что супер богатым, но достаточно богатыми функциями по интеграции, которые позволяют эффективно и тесно взаимодействовать с внешними системами. Да, и кроме этого, есть подсистема НСИ, которая позволяет навести порядок в ваших корпоративных классификаторах. Кросс-система – это одна, еще одна система, которая относит к функции интеграции «Кросс-системные бизнес-процессы». Здесь можно использовать как документы оборот, так и встроенную под систему в управлении холдингом. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Но, конечно, если мы согласовываем, управляем процессами, согласовываем документы, которые находятся в управлении холдингом, то, конечно, удобнее это делать и с самого управления холдингом. На слайде представлена вот такая вот диаграмма ветвистая процесса согласования. Это диаграмма с реального проекта. То есть с помощью управления холдингом мы можем с вами настроить согласование любой сложности, можем ветвить эти процессы между собой. Ну, вот эта подсистема очень хорошо развита в управлении холдингом, причем настраивается она без влияния на код, просто на пользовательском режиме. Очень удобно. Есть встроенная подсистема оповещений и напоминаний. Вот про что мы сейчас сказали на прошлом слайде. Это оплата счета, документы, допустим, на согласовании, может быть, сроки вскрытия конверта, все что угодно. Любой документ системы мы можем подключить вот к данной системе согласования в управлении холдингом. Здесь еще что очень интересно, какая функция, что при помощи почтового клиента мы можем с вами согласовывать или не согласовывать процессы. То есть какие-то требуются согласования или напоминания, оповещения могут приходить к вам на почту. И не заходя в саму систему, в саму программу, из почтового клиента вы можете дать свой ответ. То есть встроенный робот парсит ответ с почты и помогает согласовать или отклонить тот или иной объект. На самом деле это очень удобно. У нас есть клиент один, который ужасно рад этой функции в связи с тем, что часто, ну, бизнес связан с тем, что необходимо находиться большое количество времени в дороге. Практически у всех членов команды этой компании и не всегда есть доступ к системе 1С. Поэтому вот такой вариант очень удобен в работе. Очень довольны. Да, здесь у нас, как я уже сказала, есть напоминание оповещения, согласование, плюс есть B2B-сервисы, которые представлены на слайде, и есть коннект с электронно-торговыми площадками. 100% главных бухгалтеров заинтересованы в повышении и эффективности управления налогами. И здесь речь идет не только про снижение налоговой нагрузки, но и про снижение непосредственно налоговых рисков, снижению издержек, связанных с сопровождением налогового регулирования. Не так давно появилась новация в налоговом администрировании для крупнейших налогоплательщиков. Вот информация на слайде, это информация, которая по оценкам ИФНС, что может принести налоговый мониторинг. Это сокращение трудозатрат на сопровождение налоговых проверок на 30%, сокращение количества истребуемых документов, стяжение резервов, быстрое закрытие периода и сокращение сроков проверки в три раза. Несмотря на то, что сейчас мало компаний, на фоне всего количества компаний, мало компаний, которые внедряют налоговый мониторинг, но при этом политика компаний 1С считает крайне перспективным направлением вот этого администрирования налогового мониторинга. И именно поэтому в состав управления холдингом опять же не так давно вошел модуль по налоговому мониторингу. Есть еще, наверное, надо отметить, что есть отдельная конфигурация 1С налоговый мониторинг. Ну вот в управление холдингом это точно входит. Такая функция. Что данный функционал предполагает? Это доступ налоговых сотрудников к учетной системе или копиям учетных систем. Это автоматизация функции внутреннего налогового контроля. Автоматизация функции публикации данных. Инструмент, который сокращает трудности по взаимодействию с налоговыми инспекторами. Внедренные решения есть, но их не так много в связи с тем, что мы уже проговорили. И сама функциональность появилась недавно. И вообще актуальность данной задачи также появилась не так давно. Примерно 86% компаний заинтересованы в автоматизации и управлении оборотным капиталом. Ну, это неудивительно, конечно. Автоматизация по повышению закупочной деятельности, казначейских функций, как правило, дают быстрый эффект и быстрый возврат инвестиций. Если вы хотите автоматизировать что-то, где получить наиболее быстрый результат, то вот совет именно либо подсистема казначейства, либо подсистема управления закупочной деятельностью. Вот в управлении холдингом автоматизация управления оборотным капиталом представлена двумя подсистемами, как я уже сказала, это казначейство и корпоративные закупки, которое ориентировано на автоматизацию процессов консолидации потребностей, подготовке к тендерным процедурам, проведение тендерных процедур, исполнение закупок. Для того, чтобы повысить взаимодействие с контрагентами у контрагентов, есть личные кабинеты, есть сервисы по самоаккредитации. И в целом система корпоративных закупок управления холдингом позволяет не только понизить нагрузку на сотрудников в закупочных подразделениях, но также, что очень важно, упрощает работу внутренних потребителей закупок, то есть инициаторов закупок, им тоже проще работать. И вот я говорила в начале нашего вебинара, что управление холдингом сильно развивается. В этой части тоже большое развитие получено. Здесь как раз на слайде представлено, какие функции появлялись на каждом этапе возникновения системы, что она растет. Вот сейчас вышел 3.1 управление холдингом. Там добавлены функции по автоматическому формированию плана закупок из плана потребностей, актуализация планов, закупки по категориям, совместные закупки, новые типовые процедуры. Это переторжка, закрытая закупка. Есть функционал, который позволяет более тесную интеграцию с ERP, характеристики номенклатуры, и настройки интеграции с ERP и ЕИС. Давайте пойдем дальше. Немножко про корпоративное казначейство. Это вторая подсистема, которая позволит нам управлять активами предприятия. Это подсистема не только и не столько согласования заявок, хотя эта функция, естественно, есть в системе. Но это более широкий пласт инструментов, начиная с расширенного управления договорами. В системе есть 35 видов договоров. Есть финансовые инструменты, калькулятор графиков, валютный контроль. Большое внимание уделено управлению обязательствами, которые позволяют эффективно выстроить взаимодействие как с поставщиками, так и с покупателями. Претензионно-исковая работа позволяет значительно сократить дебиторскую задолженность. И вот при внедрении программных продуктов в управление холдингом, вот именно казначейство, мы сравнивали с заказчиками, как было до и как стало после, что действительно от 20 до 60% сокращения дебиторской задолженности вот за счет четко выстроенной претензионно-исковой работы, в чем помогает данная подсистема. Система управления рисками – это не только паспорта рисков в системе, но и хеджирование валютных и налоговых рисков. Но считаю, что, конечно, основной эффект данной подсистемы – это управление ликвидностью. На слайде представлены основные направления, какие есть основные инструменты для корпоративного казначейства. И повторюсь, что более подробно обо всем этом будет рассказано на вебинаре, который посвящен непосредственно казначейству. 70% финансовых директоров считают автоматизацию бюджетирования в своих компаниях недостаточно эффективны. На что обычно жалуются из практики? Ну, первое – это на плохие коммуникации с бизнес-подразделениями и на излишнее затягивание времени получения данных по бюджетированию. Точнее, даже не по бюджетированию, а по актуализации бюджета. То есть вот при обновлении данных, там, квартальных или как построено по процессу у заказчика. Вот актуализация, затягивание сроков по получению актуализированных данных не позволяет грамотно выстроить процессы уточнения бюджета уже при начале бюджетного периода. Это вот самые основные жалобы, какие есть у финансовых директоров в плане бюджетирования. В управлении холдингом процесс бюджетирования представлен тремя основными блоками. Это планирование, консолидация и коммуникация. Планирование в холдинге довольно удобный инструмент, в первую очередь для бизнес-подразделений с тем, чтобы их вовлечь в процессы бюджетирования. Консолидация представлена в виде импорта пакета сбора данных, импорта информации из внешних учетных систем за счет интеграции. То есть мы можем получать информацию как из самой системы, так и из внешних систем, учетных систем, и из экселевских файлов. Также можем загружать и консолидировать эту информацию. Функции коммуникации представлены инструментами согласования, какие мы рассматривали с вами на предыдущем слайде. Вот на этом. То есть это как раз функция коммуникации. Хорошо представлена. Ну, конечно, разумным дополнением под систему бюджетирования является система сбалансированных показателей и система бизнес-анализа. Функции интеграции позволяют получать информацию, как мы уже говорили, из внешних информационных баз, позволяют проваливаться при необходимости от консолидированных данных в документ первичной системы. То есть мы можем, ну, прям, да, провалиться дрилдаун до первоисточника прямо с самой консолидационной системы. И также есть возможность строить объекты для наглядности Dashboard. Но надо понимать, конечно, что это не BI-система, да, там нет кубов данных, здесь тоже не надо обольщаться, что все... все очень прекрасно, но тем не менее, вот, в определенном смысле система бизнес-анализа там действительно есть. Просто несколько в ограниченном варианте. И про результаты. Какие результаты от внедрения системы? запасы. Запасы... Ну, в качестве примера, вот по запасам, да, оборачиваем складских запасов. В качестве примера приведу нашего клиента. Он находится у нас на поддержке Почта России. Более 60 миллионов закупок данной компании в год. Да, они используют управление холдингом, в том числе для управления закупками. Более 8 тысяч пользователей работают в данной системе, собственно говоря. Следующее. От 10 до 80 процентов сокращается трудоемкость казначейского и закупочного процессов. Примером тоже есть, является наш внедренный проект. Это сеть киноцентров «Синема парка» «Формула кино». Интересен не только этим, но в том числе, что было автоматизировано все блоки казначейского процесса. Эффективно организована работа с ДЗО. ДЗО, то есть ДЗО, входящие в группу, в различной степени централизовали свои платежи. Соответственно, эта система позволяет маневрировать между различными вариантами казначейства без внесения изменений в код программы на пользовательском уровне. Ну, что вошло туда, в принципе, в автоматизацию, это и контроль платежей всех ДЗО, и финансовые сделки, ликвидность, прямая интеграция с банками. Но еще раз повторюсь, самое важное, да, вот как бы ценное, то, что для каждого ДЗО можно было настроить в пользовательском режиме степень централизации. От 15 до 70% ускоряется подготовка управленческой отчетности и бюджетом. Тоже в качестве примера можно привести нашего заказчика Зен Восток. Результаты от внедрения это повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования расчета графиков и лизинговых платежей. по каждой балансовой единице. Также это уменьшение сроков подготовки мастера бюджета за счет объединения в единой системе данных. Это уменьшение сроков подготовки отчетности об исполнении бюджетов прогнозов за счет автоматизации загрузки фактических данных из учетных систем. Там в нескольких в самом колдинге ведется из внешних систем, из ERP тоже получают данные. Автобатизированный процесс сбора данных реализован превентивно-бюджетный контроль. Так, и какой еще эффект от внедрения? Это, конечно же, сокращение сроков подготовки МСФО отчетностью от 10 до 60%. Еще раз скажу, что более подробно мы рассмотрим все эти вопросы на последующих вебинарах. Здесь представлено, что мы планируем вам показать. Это отдельный вебинар по интеграции и управлению мастер-данными. Это управление договорами под системой, казначейство, бюджетирование. Решили выделить отдельно и рассмотреть централизованное управление инвестиционными проектами. Это достаточно интересный такой крупный блок, но почему-то его редко освещают. Мы покажем, что он может. Также отдельный вебинар по учету подготовки отдельной и консолидированной отчетностью по МСФО. Решили провести, что в блоке МСФО не поместится вебинар про инструменты сверг и элиминации внутригрупповых операций. Этому вопросу будет посвящен отдельный вебинар, отдельная встреча. Также отдельная встреча по процессам и задачам согласования. Рассмотрим возможности налогового мониторинга и бизнес анализ и сбалансированная система показателей. Также отдельная встреча. По каждой встрече будут приходить приглашения и назначены даты проведения и время проведения. Так что, коллеги, следите за нашими объявлениями, как говорится. на этом моя презентация окончена. Сейчас перейдем с вами к вопросам, ответам, какие у вас есть вопросы. Давайте посмотрим. Коллеги, прошу задавать вопросы, пока вопросов не вижу от вас. Готовы ответить? Ну, еще раз, да, сейчас у нас верхнеуровневая презентация, наверное, тут, ну, совсем верхнеуровневая а дальше уже будет именно для специалистов различных блоков, кто заинтересован в какой-то функции автоматизации той или иной функции. Так, вот вопрос от Татьяны. Просит рассказать о проектах внедрения управления холдингом, с какими сложностями сталкивались систематически на каждом проекте. Ну, Татьяна, здесь, я думаю, это не конкретно к управлению холдингом, да, это к любому внедрению. Самая большая проблема это наличие методологии у заказчика, разработанной методологии, чтобы не было каких-то сложностей на этапе автоматизации. очень часто заказчик просят автоматизировать, у него ничего нет, да, хаос автоматизировать, ну, как известно, нельзя, нужны точные алгоритмы, когда выходим на проект, вот этих вот точных алгоритмов нет. и так подсистема в себя включает, ну, как вы видели, очень много разных бизнес-заказчиков, иногда бывают несоответствия интересов этих бизнес-заказчиков, приходится также на этапе внедрения разруливать взаимоотношения, интересы между подразделениями. Но если мы говорим непосредственно о управлении холдингом, ну, не знаю, насколько это будет политкорректно, да, сказать, что есть блоки, определенные блоки, которые не до конца проработаны. Я думаю, это связано с тем, что не совсем часто они используются. Вот как раз, да, какой блок сложнее всего внедрять, вот я к этому вопросу иду. По моему личному, да, опыту, ощущению, что самое сложное это управление нормативно-справочной информацией. Вот этот вот блок очень сложен и, ну, опять же, не до конца проработан. Конечно, в каждом блоке есть свои сложности, но вот для меня лично управление НСИ это наиболее такой вот сложный участок во внедрение. Ильдар спрашивает, в каких разделах управления холдингом по опыту требуется доработка при внедрении? Ну, на нашем опыте, да, у нас в Кадерлайне есть большое количество внедренных проектов, и только один внедренный проект силами нашего архитектора Черненко Александром было решено без какой-либо доработки. один единственный проект. Но это потребовало таких больших моральных усилий со стороны и его, и со стороны заказчика, чтобы заказчик согласился на то, чтобы их, ну, так скажем, причесали к типовому функционалу системы. То есть, если нет совпадения между бизнес-процессами заказчика и типовой функциональностью системы, то тогда очевидно есть два пути. Первый путь это мы дорабатываем систему под бизнес-процессы и второй путь мы меняем, реструктуризируем бизнес-процессы под типовую систему 1С. И тот и другой момент имеет место. И именно поэтому обычно до внедрения мы проводим анализ обследования бизнес-процессов и даем рекомендации заказчику по изменению их бизнес-процессов для того, чтобы можно было с меньшими трудозатратами, с меньшей денежной составляющей внедрить этот продукт. Но там принимать или не принимать, это, конечно, решение самого заказчика. Это что касается доработок. Но, Эльдар, я предполагаю, что, может быть, вы имели в виду, что есть ли какие-то блоки, в которых вот они не совсем доработаны и есть типовые ошибки. Да, типовые ошибки встречаются. И еще раз скажу, что мне кажется, что больше всего это как раз в управлении Инсы и в блоке МСФО. Вот, ну, по моим ощущениям, да, они есть, они встречаются, их не критично, они сокращаются в своем количестве, но бывает. С какого блока, кроме Инсы, нужно начать внедрение, если хотят все блоки? Здесь я уже говорила на вебинаре, что если вы хотите показать наибольший результат вот максимально быстро, то моя рекомендация начинать с казначейства, с казначейского процесса. Это довольно простой бизнес-процесс, ну, относительно, да, конечно, относительно простой, вот, но его быстрее всего внедрить, он дает максимально быстрые результаты казначейства, и можно управление закупками также. Блок МСФО закрывал потребности заказчиков? Участник 90 спрашивает. Закрывал. Закрывает, потому что есть и трансформационная модель, да, и транзакционная модель. Блок МСФО нормально, нормально закрывает. Есть проблематика, если у нас идет учет в одной функциональной валюте, МСФО учет в другой функциональной валюте, там есть как бы не отчетность именно, а учет. Там есть определенные сложности, но они такие вполне решаемые. Блок МСФО работает хорошо, закрывает потребности. на вебинаре по МСФО подробно про все расскажут, там можно задать вот эти вопросы. Еще хочу сказать, что можете обратными сообщениями писать, что вы хотели бы рассмотреть на этих вебинарах по обзору функциональности, что конкретно. То есть вы можете написать, и мы обязательно это включим в свою презентацию, в свой рассказ. Здесь ждем вас. можете стать авторами. Коллеги, в любом случае, если у вас появились, возможно, сейчас нет вопросов, можете адресовать вопросы на почту, будем на них отвечать. Все. Раз вопросов нет, всем большое спасибо. Ждем вас на следующих наших сценарах. Всем хорошего дня и хороших выходных. До свидания, коллеги. Субтитры 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 Субтитры